Есть категория мужчин, которые после сексуальной близости со своей женщиной разворачиваются и спят. Это не потому, что он не любит свою женщину. Действительно, такое бывает. Потому что, когда мужчина в пике возбуждения своем доходит до оргазма, естественно, если мы даже посмотрим на такую диаграмму, пошел процесс возбуждения, оргазм, и мужчина быстро возвращается в состояние покоя. У женщины же наоборот. Если она подходит к удовольствию, достигает наслаждения, оргазмирует, она не так, как мы, быстро сваливается в свое привычное состояние, а постепенно, постепенно, постепенно приходит к такой, знаешь, осознанности. То есть, когда восстанавливается гормональный фон, она уже приходит в себя. Ну, то есть, это, грубо говоря, можно понять, да, если она начинает засыпать? Абсолютно. То есть, она еще находится в возбужденном состоянии, а он сбросил с себя энергию и стресс, и храпит. А если он, наоборот, например, такой раз, подорвался? Обрывает наоборот. Бывает, допустим, категория мужчин, которые после оргазма, им очень нужна тактильность. Как правило, это, конечно, не стопроцентная категория мужчин. Но, как я вот уже по своим наблюдениям замечал в консультировании, мужчины, которые наименее тактильны в обычной жизни, они как раз-таки после сексуальной близости очень часто, я не говорю, что все, очень много таких мужчин, которые во время, после сексуальной близости идут еще со своей женщиной на контакт тактильный, обнимаются, целуются. Это может быть связано с разными причинами, мы сейчас туда уходить не будем, но такое тоже есть. Бывает категория мужчин, которые, знаешь, как эти, как подъем по тревоге. Вот, он арогазмировал, вскочил, трусы надел, блин, и убежал. Ну, это, как правило, такие чаще мужчины-любовники, молодые парни. Ну, хотя есть такие семейные люди, но, может, на работу опаздывают. То есть, все зависит от обстоятельств. Если это происходит, потому что ему действительно бежать надо, и он тут позанимался сексом, вскочил и убежал, это одно. Ну, а что ты сексом занимаешься, если тебе бежать надо? А, слушай, приперло. Ну, бывает такое. У тебя еще никогда такого не было? Ты собрался выходить из дома, обернулся, посмотрел на жену и думаешь, блядь, кеды снял, пошел обратно. Было? Было. А если, например, он начинает разговаривать много? Ну, чушь. Во время секса? Нет, после. Ну, что, например, он начинает говорить, чушь какую нести? Ну, не знаю, просто, ну, как-то начинает, вот, есть мужики, которые не разговаривают после секса, может просто пообниматься, например. А если мужик начинает трындеть? Как-то можно об этом мужчине что-то сказать, вот, по его такому поведению или нет? Да, ну, что ты, если в этой, в этих речах не присутствует какого-то унижения, оскорбления женщины, ну, пускай болтает себя. Бывают другие ситуации, когда вот женщинам, кстати, будет полезно отследить эти периоды. Когда мужчина хочет секс, он становится более таким котиком, знаешь, там, тэр-тэ-тэ, тэр-тэ-тэ. Секс произошел, все нормально, и он раз, и опять уже начинает раздраженный, там, чему-то придирается, и такая категория мужчин есть. Ты же понимаешь, что сексуальные отношения очень часто отражают то, как устроены сами отношения в паре. И наоборот, отношения в паре всегда переходят на качество сексуальных отношений. И очень многие семьи, например, сталкиваются с сексуальной скукой. И вот как раз-таки сексуальная скука очень часто является причиной всего того, о чем мы с тобой сейчас говорим. Именно в сексуальной скуке мужчина, например, оргазмирует и может больше не проявлять внимания по отношению к своей женщине. В сексуальной скуке мужчина может относиться к близости просто как, ну, надо и надо, все. А в сексуальной скуке мужчина действительно может даже быть и не заинтересован тем, чтобы удовлетворить свою женщину. Это тоже все относится к таким конфликтогенам сексуальным. А таких пар очень много. То есть сексология, в принципе, не существовала бы, если бы в парах не было проблем, связанных с сексуальной сферой. Они есть в каждой второй паре. Даже в счастливых семьях есть проблемы в сексуальной сфере. В той или иной степени. Об этом? Да, на вебинаре я об этом, конечно, рассказываю. На диагностической программе моей мы говорим про деструктивную сексуальность, дефицитарную, про то, как телесные блоки мешают женщине проявлять сексуальность. И здесь можно, конечно, мужчин всех обвинить, но когда вы прослушаете программу, посмотрите, продиагностируете себя, вы поймете, что все очень взаимосвязано. И что в сексе, в том числе, мы также зеркалим друг друга. Поэтому переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на программу «Удобно или уникально». Ничего платить за нее не нужно. Из любой точки мира можно принимать участие. На какие вещи вообще надо обратить внимание у мужчин? Что точно триггер того, что все, жопа какая-то? Например, он отворачивается, допустим, сразу от тебя? Или что он может делать мужчину? Нет, ну я бы, естественно, рекомендовал женщинам обращать внимание вообще на внимательность мужчины в сексе. Что такое внимательность? Это изучение своего партнера, понимание его потребностей. Это как в танце. Ты же не можешь танцевать с партнером, если вы не синхронно двигаетесь, если вы не чувствуете музыку, не чувствуете друг друга. Ваш танец будет просто идиотским. Лебедь, рак и щука. Понимаешь? Так же и в сексе. Когда... Ну, первый секс это допустимо. Ты же понимаешь прекрасно, что опять же таки, опять же таки, первый секс тоже может быть очень чувственным. Он может быть очень красивым. Потому что о первом сексе можно поговорить перед сексом. Это одна из проблем женщин. Они боятся разговаривать с мужчиной о сексе до секса. Потом они боятся разговаривать с мужчиной о сексе, когда в сексе обнаруживаются проблемы и обсуждают эти проблемы со своими подругами либо с сексологами если бывали такие ситуации в вашей жизни ставьте лайк этому видео обязательно и знаешь к чему это часто приводит к тому что допустим вот я приведу очень простой пример парень ухаживает за девушкой они проводят часто время вместе он иногда намекаете на близость они могут поцеловаться в губы потрогать он такой легкий петинг знаешь уже начинается понимают оба что дело движется к близости и она и он этого хотят и представляешь они даже не умудряются обсудить это то есть они играют в молчанку они позволяют эмоциям и телесному языку через телесный язык пойти в контакт а теперь представь себе насколько этот секс был бы крутым и классным если бы женщина и мужчина например даже бы прописали некий сценарий своей первой близости но тут магия какая-то пропадает почему магия это наоборот заводит это наоборот приносит какую-то какие-то яркие краски в отношении но вы можете написать кстати в комментариях нужно обсуждать ваши предпочтения в близости и вообще проговорить даже те же условия безопасности с мужчины до сексуальной близости или это нужно просто вот довериться процессу чего о нем говорить лучше сексом заниматься хотя по факту ты же понимаешь сам что огромное количество женщин не удовлетворены качеством с и качеством секса со своим мужчиной и наоборот и мужчины тоже если об этом не говорить ничего хорошего не будет то есть это один из самых важных критериев внимательность партнеров друг друга вот я спрашивал тому семейные пары мужчины спрашиваю можете пальцем показать самые важные эрогенные точки своей женщины он это вообще легко сейчас без 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 проблем и начинает показывать и он там их перечислил служить штук 40 наверное вот он знает свою женщину он понимает как и возбудить он понимает ее циклы сексуальной активности в течение месяца ему очень просто с такой женщины он иногда даже не тратит лишнее время на то чтобы ее эту сексуальность нащупать он знает ее если там что-то меняется женщина ему об этом сообщает и видел другого мужчину задавая вопрос ты знаешь эрогенные точки своей жены он смотрит ну грудь наверно ну то наверно ну наверно дуб дубом и женщины тоже такие есть то есть семейные отношения сексуальные отношения они безусловно требуют определенной степени осознанности взрослости внимательность уважение к партнеру желание получить удовольствие не только самостоятельно но при этом сделать так чтобы твоему партнеру было хорошо и когда мы выдаем такую характеристику мужчинам да что там мужчины себя как-то не так ведут мы безусловно все разные для нас секс это тоже разные и для мужчин и для женщин и даже для мужчин для каждого из мужчин секс это что-то свое что-то удивительное что-то развратное что-то индивидуальное и что то что не не пересекается возможно даже в твоих интересах а у тебя был когда такое что ты переспал женщину давно сейчас переспал женщиной и у тебя такой полет вот бы она сейчас исчезла смысле еще залог много мыльный пузырь так как пах типа и нет и и да я не помню даже но к в смысле а почему она должна исчезнуть ты думаешь блин лучше лучше этот не за мне хочется какие-то вот такие вещи которые бывают у всех мужиков слушай но бывают ситуации но абсолютно честно если говорить да и совершенно в мире мужчин это все обсуждается кончил вытащил и ушел все то есть есть категория мужчин которые воспринимают женщину просто объектом для удовлетворения своих сексуальных потребностей ему насрать на нее ему неинтересно это женщина и допустим ниже часто девчонки пишут вопросы задают и говорят вот марка почему так бывает мужчина со мной переспал и пропал и а почему вопрос задается ей очень неприятно от этого то есть возможно она вкладывала в этот контакт и в эту близость что-то другое обнаружила просто потребительское отношение он пропал он не звонит он не пишет основание это для того чтобы женщина задумалась если это повторяющиеся события такое происходит уже не первый раз это прям действительно основание основание пойти в диагностику поработать кстати уже говорил вам про ссылку внизу поэтому не забывайте если это единичный случай ну не надо переживать я не могу вам как тебе сказать я не могу давать рекомендации женщинам основываясь на современных реалиях я все-таки в этих вопросах консерватор да и мне хотелось бы до каждой женщины донести важность и ответственность за свою жизнь за свою сексуальность за свое достоинство чтобы женщина понимала что каждый сексуальный контакт с мужчиной это очень ответственно и в первую очередь может уничтожить ее как личность мужчин переспать женщины прав встать и выйти и не обратить на нее внимание очень много она просто не интересных очень скоро выйдет на канале видео где буду рассказывать о том что может произойти женщина если она очень часто будет менять сексуальных партнеров и чем это опасно для нее для ее психики для ее здоровья и так далее поэтому обязательно подпишитесь на канал если вы не подписаны нажмите колокольчик и не пропустить видео и